Слава Богу, друзья! Слава Богу, друзья! Для религий есть примеры похожих обрядов, таинств, но это были религии, откровенно языческие, оккультные религии, в частности, египетские религии, которые совершали примерно то же самое. Вавилонские, шумерские религии делали примерно то же самое, но в христианстве нет аналога. Так вот, я расскажу, как все совершается сейчас. Да, так будет проще. Вы все, наверное, видели просфорочки, да? Или кушали, наверное, да? Тоже было дело. Будем сейчас отрекаться. Кто еще не отрекался? Так вот, значит, не то, чтобы сама просфорочка угрозу представляла, нет. Дело в том, что проблема в том, что этому хлебу приписывают особое действие, как бы священодействие. Сама просфорочка это, ну, просто булочка, будем так говорить, сверху, как грибок. Сверху она небольшая, основание побольше. Сверху изображается крестик обычный, чаще всего, иногда Богородица, реже. Так вот, просфорочка делается из дрожжевого теста, я потом объясню, почему это делается. На злой евреем, вообще-то, это было сделано. Это было уже потом, в шестом самом столетии, при императоре Юстиниане, который очень был, я бы сказал так, юдофобом, таким, в общем-то, ну, на грани мании даже у него это было все. То есть он был, как бы, вроде Амана, вот, библейского, который мечтал истребить вообще всех евреев. Вот именно, в общем-то, император Юстиниан, он также пытался маниакально оторвать христиан от всего еврейского и вымести, как говорится, богословской и политической метлой все еврейское из христианской церкви. Я потом об этом расскажу еще. Но просворочка обычная, печется, их выпекается очень много. Священник берет копье, ну, ножик, как говорится, такой острый ножик, и вынимает частичку, кусочек. Этот кусочек и все остальные кусочки ложатся на такой дискос. Это такой поднос. На нем все вот эти кусочки умещаются вместе с главным хлебом. Так вот, вот эти все кусочки, частички, они означают, как бы, вот эти умершие души. Потом в чашу, ну, чаша, в которой причащаются, да, все эти кусочки ссыпаются. Считается, что это есть причастие для умерших. Они же не имеют тела, да? Вот, как бы, за них совершается обряд этот, причастие за умерших. Потом он все это священник съедает. Все эти кусочки, бывает это очень трапеза такая, утомительная. Представьте, 2-3 литра, значит, вина, значит, теплого, разогретого вина с хлебом. Ну, такая, знаете, как вот, не знаю, ну, похлебка такая. Теплое вино с хлебом, это, не знаю, ну, выходишь из собора, там, два такси видишь вместо одного. Нам, священникам, нужно молоко за вредность давать, я бы сказал. Так, и, ну, конечно, диагон помогает. И вот, сам бы не справился. И вот, значит, и, так вот, священник все это съедает, потому что, допустим, на поминальные субботы родительские, вот в соборе, где я служил, было до 6 тысяч просворочек. За субботу распродавалось до 6 тысяч просворочек. Представьте себе, столько много, надо все, много чаш стояло, туда все всыпались, эти частички, и нас собирало священников где-то 8, может быть, даже 9 священников, и мы все это потом съедали дружно, потом запивали дружно и по домам. Но, а прихожане были тоже довольны, в общем-то, потому что вот сами просворочки, это раскупалось все прихожанами, люди все это выносят, домой несут, или на месте съедают, или дома съедают, или же самые такие наиболее набожные нарезают, засушивают, значит, и по кусочку там какие-то дни особые поминальные съедают. То есть, как бы, разные есть традиции, но принцип тот, что просворочки съедают сами прихожане, кусочки эти маленькие съедают священники. И то и другое означает причастие умершего человека, потому что умерший не имеет тела, ему нужно тело, которое мы предоставляем вполне любезно священники и прихожане. Кстати, я, когда служил в самой Рязани, то как-то особо внимания не застрял на этом обряде, вернее, на последствиях этого обряда. Но, когда служил уже в селе, а меня, как молодого священника, посылали часто в село, в то время, 92-й год, 93-й, очень много храмов передавалось государством. Там храмы были, вчерашние овощехранилища, в основном там зернохранилища или просто общественные места, туалеты. Вот все это надо было восстанавливать и начинать там служения проводить определенные. И я часто был в командировках таких. На неделю, на месяц, на два месяца, на полгода даже. Один раз ездил в один из приходов. И вот таким образом я трудился в селах. И в селах я обращал внимание. Я вообще не сельский житель, но пожил в селе несколько лет, будучи настоятелем некоторых приходов. И вот в селе я стал обращать внимание, особенно в Брянщине. Брянщина меня удивила очень сильно, конечно. Брянская область, имею в виду. Регион очень пьяный, пьянство повальное. И это особенно бросилось в глаза. Даже в Рязанской области я не видел такого беспредела. Священники были фактически тоже, почти все пьяницы были. И включая нашего тогдашнего епископа. Имя библейское, конечно, у него было хорошее. Мельхиседек. Но был хронический алкоголик человек. Просто был зависим очень сильно от алкоголя. И потом... Кстати, у меня были проблемы из-за этого. Потому что я не мог пить со всеми этими людьми. Иначе ты просто сопьешься. И мне говорили, что мы с вами не сработаемся. А когда приехал в собор, ну, не собор, но в церковь свою. Это село Душатин. Суражский район. Красавец. Храм такой. 47 метров. Грандиознейший. Это целый собор. Но все это в лесу. Все это пришло вообще в полную. Уже упадок фактически. Колокольня даже уже немного покосилась. Очень страшное зрелище такое со стороны. И вот, значит, и... Хотя я залезал наверх, и оттуда видно и таможню российскую, и таможню белорусскую. И даже райцентр в обратную сторону смотреть. То есть, как бы, интересно. Зрелище такое было. Незабываемый экстрим такой. И вот, и... Но самый экстрим был прихожане. Воскресное служение первое закончилось. Я был очень доволен. Акустика впечатлила меня просто-напросто. В алтаре я даже если слабо пил, я даже был немного в растерянности. Я вышел из алтаря послушать самого себя. Звук разливался прямо из-под купола. Это было удивительным состоянием. Конечно, это незабываемое. Но мне это очень все ужасно понравилось. Алтарь был, как весь собор, наверное, кафедральный, собственно, в самом Брянске. То есть, целый стадион, будем так говорить, для меня казался. И вот, и... Это один алтарь, не говоря уже про сам храм. И вот, после первой службы бабушки, смотрю, не расходятся, ну, надо пообщаться, может. А староста мне говорит, ну, а вы знаете о наших традициях? Каких традициях? Ну, надо как бы уважить бабушек. Ну, говорю, ну, я уважаю. Как еще уважать их? Надо, ну, бутылка водки для них. Воскресное служение. Для прославления нужна бутылка водки. Пока я соображал, в чем дело. Она мне говорит, значит, ну, вы дайте команду, я, значит, выделю средства, и мы сейчас приобретем все необходимое. И она мне говорит, а вы будете, ну, с нами пить? Я говорю, я вообще-то не пью. Она первая говорит, а вы больной? Я говорю, да нет, здоровая. Говорю, ну, вообще-то, ну, просто как-то вот, просто не пью как-то. Вот. И мое прославление потом ушло. Бабушки все... А такие бабушки были прям вот, не знаю, божьи одуванчики. Хоть иконочки рисуюсь, каждый из них. Я не думал, что они такие пьяницы. Вот. Но я понял, что бабушки эти не виноваты даже, потому что сами же батюшки их спаивали. Значит, и какие еще традиции? Я стал старосту расспрашивать, какие традиции у вас еще есть в селе, чтобы я знал, чтобы как бы врасплох не было застегнут. Она говорит, ну, вот, допустим, если венчание происходит, приезжает там с других сел, допустим, венчаться с райцентра, и говорит, вот так и так. Так, для батюшки литр водки, палку колбасы, ну, по усердию тортик, значит, ну, как бы, вот, как бы, такой набор минимальный. А, значит, для певчих трех литров банка самогонки. Я говорю, сколько? Три литра? Да, говорит, один раз поставили два литра, бабушки обиделись, ушли. Пришлось молодым догонять, посылать куда-то, еще литр привозить, чтобы, как бы, успокоить их, как бы, оскорбленные религиозные чувства их. И вот, и... Это такая зарисовочка такая. Вы знаете, я благодарен Богу, конечно, за Брянскую область, эту епархию, хотя и пьяную, но она сделала меня реформатором. В общем-то, если бы я еще в Рязанской области служил, тогда я, может быть, до сих пор бы служил бы еще. Но когда я окунулся вот в такой беспредел, просто я понял, что надо что-то делать вообще. Или же сам сопьешься, или же, ну, таким же дураком будешь, как все. Вот. Или надо что-то делать вообще, хотя бы минимум какой-то, чтобы с ума не сойти в этой религиозной системе, совершенно дурацкой системе. И, значит, и вы знаете, друзья, я стал обращать внимание на некоторые вещи, на которые я раньше внимания не обращал. А именно, бабушки не только пьяницы, были и нормальные бабушки, которые, видимо, богомольные. Именно они приходят конкретно в храм, значит, очень посвященные бабушки, я бы сказал. Каждое служение, они там от и до, они там добровольно, добросовестно все протирают, всю пенсию несут в храм, значит, то есть они как бы, не знаю, на что они живут сами, значит, ну, видимо, коровка там, что еще у них есть. Вот, но такие искренние бабули, мне они очень понравились, значит, и я вижу, что, ну, как бы, вот, думаю, вот настоящее православие здесь сохранилось еще. Но самое интересное, знаете, я обратил внимание, что как раз вот среди набожных бабулей была проблема очень серьезная, оккультная проблема, зависимость. Не то чтобы среди всех, но среди многих из них. Они же приходили ко мне еще не просто, как вот к батюшке, да, а еще как к духовнику приходили. То есть они на испы приходили. И я не то чтобы, я не разношал таинство этой исповеди, но я слышал из их уст, и я делал просто, ну, как бы, выводы определенные. Я стал видеть некоторую причинно-следственную связь в том, что у них происходит сейчас, и то, что они делают постоянно. Они, эти бабушки, постоянно заказывают сорока уста, обедник за покой. И у них налицо признаки оккультной зависимости. И у их внучат также признаки оккультной зависимости, которым они постоянно давали эти просворочки. Потому что наслушались, видимо, старого одного священника, который там бывал, и который научил их, что поминание маленькими детьми, оно наиболее эффектно, сильно, потому что маленькие дети, они безгрешны, и они поэтому могут принимать причастие за умершего, беднюю просворочку, не раздумывая мозгами, просто за чистую монету принимая все это, даже не может не верить в это все, но просто доверяя. И для умерших это самая благодать, когда причащаются именно за них вот именно эти дети. И этих детей приводили. Какие признаки были оккультной зависимости? Обычно потери сна, если сны были, они были ужасные, притом даже необъяснимые, нормальные, естественно, потому что снились им кошмары, именно умершие. Потом одна бабушка говорила, что у нее самой были такие неоднократные сновидения, видела она умерших, и показывала даже следы, где я запиралась даже, значит, от страха, значит, и, значит, однако же, меня кто-то душил ночью прямо, значит, в постели моей. Вот, и потом во сне она видела умершего, который пригрозил ей, что если ты не закажешь еще, то будут еще худшие последствия, значит, и прочее, прочее. То есть, такие ужасники деревенские наслушался, ужасников этих деревенских, и я понял, дело здесь не просто в бурном воображении этих бабушек. Здесь есть налицо еще и факт, да, есть, конечно, да, всякие люди, но все-таки есть налицо еще факты и оккультной зависимости, примеры оккультной зависимости, и даже от лиц незаинтересованных, я слышал такие моменты. Потом я спрашивал других священников, они мне говорили, ну, один из этих священников уже умер, это был один из пожилых священников, он служил не так далеко от меня, я имел возможность с ним общаться несколько раз на эти темы, и он мне говорил, что, знаешь, он уже служил к тому времени священником служил лет 40, наверное, может, даже больше уже, даже, пожилой человек, тогда уже был он, и, вы знаете, он не удивился моим наблюдением, замечанием с челок, как бы, само собой разумеющимся, то есть, я понял по его реакции, что он, ну, на это внимание обратил давным-давно уже, я был удивлен лишь его решением, просто-напросто, вот, бутылка водки, расслабляйся, не думай, ни о чем, ну, и пару советов таких еще из, как бы, белой магии, там, носить на себе булавки всякие там, какие-то там заклинания дополнительные и прочее, то есть, веники переворачивать, то есть, такие глупости, которые я, ну, мог услышать только лишь там по ТВ, значит, от каких-то там народных целителей, но, значит, от батюшки услышать такого старого батюшки я не ожидал, честно говоря, я думал, наверное, он уже умом тронулся, видимо, значит, я поговорил с другим менее опытным, но советы были, ну, примерно те же самые, год, то есть, но, в общем-то, те священники, что я знал по округе, их интересы были деньги, женщины, реже мужчины, водка, и, в принципе, вот все, как бы, весь круг интересов, это было ужасным, конечно, состоянием, и, конечно, мне пришлось, ну, там тяжеловато, но, зато, я осознал, что, вот этот, обряд, и мои, мои вот эти вот наблюдения, это, это правда, это на самом деле, это, это, это правда, это мне не показалось, это не совпадение, знаете, что, друзья, и в 96-м году, это было уже, когда Бог меня к Писанию развернул, через Писание просмотрел, откуда этот обряд, он пришел вообще в церковь, из какой-то странной, вообще нелепой ситуации в бане, с каким-то банчиком, зомби, думаю, несерьезно ведь даже, слушайте, верить в такие вещи, и этого давать за христианство, и это, думаю, Боже мой, где я был раньше, где я был раньше, как я мог раньше не видеть всего этого, я стал уклоняться под любым поводом, значит, от этих молитв, ссылаться на то, что вот, пожалуйста, вот у нас, я буду молиться за живых, а вот там, вот в том храме рядом, пожалуйста, можете заказать все, что вам нужно за упокой, но потом я вышел вообще, в том же 96-м году я ушел, из русской правоославной церкви, традиционной, приехал мой благочинный на разборке, он говорит, ты просто дурак, ты вообще не понимаешь, с кем ты связываешься, и прочее, прочее, стал угрожать, а потом, вы знаете, потом меня это еще больше убедило, в правильности моих вот этих, значит, наблюдений, потому что Иисус говорил, по плодам их узнать их, потому что я столкнулся именно вот, как будто бы ад распахнул пасть на меня тогда, священники, которые казались вот, своими и коллегами моими же, они стали угрожать физической расправой, и не только угрожать, и я понял, что здесь я имею с религиозной, мафиозной, такой коррумпированной структурой, которая строится на принципах именно, а даже антибиблейских, а некоторые священники, которые я узнал поближе тогда, я отнес к ним местописание, первая глава, к римлянам 32 стих, где говорится, они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Но прошли годы, и не так давно, в конце прошлого года, мне звонил один из этих священников, и он просил прощения. Слава Богу, что прошли эти годы, и хотя бы некоторые из них уже одумались, переосмыслили, и я убежден, что это только лишь начало. Я убежден, что Господь достучится до очень многих священнослужителей. Слава Иисусу! Друзья мои, верить в такие глупости, совершать такие оккультные вещи, это недостойно Церкви Христа. Это недостойно тела Иисуса. Друзья мои, это недостойно христиан. И я убежден, что в наше время, в нашем поколении, Господь истрезвит христианство, истрезвит этих служителей высокопоставленных. Тем более, что многие из них, из этих высокопоставленных, я так догадываюсь, частично имея информацию, не особо-то и верят в это все. Но просто ради системы, ради безопасности системы, своей кормушки религиозной, держатся за это все. Но, как я одному священнику стал рассказывать о некоторых принципах реформации, он служит по-прежнему в Церкви Традиционной, а он мне говорит, а на что же я буду жить вообще? Первая его реакция. Я думал, он мне какой-то вопрос задаст такой, теологический какой-то, особо умный, а он мне первое, а на что же я буду жить вообще? Да, друзья, корень всех зол, не теология. Да, на пенсию, ой-ой-ой, там и пенсии не дадут, и выходных пособий не выплатят. Под фанфары загремит батюшка такой. Не, но шутка, шутка, вот мне удалось спрыгнуть с этого состава летящего в ад довольно-таки безболезненно. Но, значит, я знаю другие ситуации, когда не удавалось людям вот так вот сойти. И я знаю, когда расшибались даже насмерть люди, которые пытались с этой системы выпрыгнуть. Я могу лишь дать совет. Я надеюсь, что эта запись попадет все-таки к служителям церкви православной. Я даю совет просто из своего небольшого такого опыта. Когда выходите из этой системы криминальной, откровенно оккультной, религиозной, мафиозной системы, первое, что ничего не держите, что возле вас. То есть все оставьте. Это самые, ну, процентов 90 вы будете живы. Все, что есть, лучше все отдайте свое. Выйдите вообще, ну, вот, рубашка, костюм, пиджак, носки, и все. И тогда будете целы. Чаще всего это срабатывает. Иногда не помогает, конечно. Но, самое основное, конечно, не это даже, одержаться Иисуса. Просто довериться Ему на все сто. Это как прыжок с парашютом. Надо решиться просто. Надо решиться. Переступить и заявить себе, что я не могу не прыгнуть сейчас. Я должен это сделать. И все. И тогда будет хорошо. И вы знаете, друзья, и, а если не переборешь это, не переступишь через себя здесь, то просто так и останешься. И потом всю жизнь просто в бутылке будешь искать утешение. И это ужасная ситуация. Я знаю многие священников, спившиеся совершенно, порядочных, нормальных, умных священников, талантливых священников. И нет хорошей жизни они пьют. Знаете, богатые тоже плачут. Только они по-другому плачут. Гораздо громче. И, знаете, друзья мои, сама система эта, мне, вот эти священники многие, кого я знаю, и знаю как порядочных людей, они не напоминают сейчас уже, напоминают Лота, который был среди Содома, Гамора, да, он каждый день мучился в душе своей. Видя и слыша дела эти беззаконные всякие, мучился, они и мучаются, но не выходят из Содома. Хотя чисто вот так, если, ну выйди, что он мучается-то вообще, ну продай квартиру свою, значит, ну выйди, переселись в другой город. Нет, он будет мучиться и страдать, и находить даже какое-то удовольствие в своих этих мучениях. Какое-то оправдание, праведность, вот я мучаюсь, ну и домучаешься, до ада домучаешься, а там только лишь все начнется еще. Вот лучше, лучше здесь принять решение, пусть будет стыдно, там обидно, досадно, там бедно, худо, ну как, как угодно, но, чтобы не вечность, потом локти кусать. Лучше здесь немного будет стыдно, чем там всю вечность будет стыдно потом, позоришься, там греха не оберешься вообще. И знаете, друзья, ну пойдемте дальше, наверное, я еще расскажу пару эпизодов. Эпизод первый, Макарий с черепом, эпизод второй, вот как Звездные войны, это в бане зомби, шестое столетие, то четвертое, это шестое столетие, и затем десятые аж столетия, я опущу пару эпизодов, они совершенно такие нелепые и неважные. Вот эпизод третий, самое такое для меня впечатляющее тоже, это было даже год известен, кстати, довольно уникально, обычно точная дата неизвестна, этих откровений, пишут так вот, в таком-то примерно году, примерно, или же в такие-то годы, или же в таком-то столетии даже, а здесь даже год, и число, и месяц известны, уникально. Это 940 год нашей эры, 940 год, то есть за 48 лет до крещения Руси Киевской, за 48 лет до крещения Руси, 940 год. Это было сновидение одного монаха, которое повлияло очень сильно на историю христианства, именно в этом отношении, и в записках, и в устных вопросах прозвучало, расскажите, пожалуйста, о 9 днях, 20-40 дней, годовщины, откуда это пошло, вот оттуда оно и пошло. С 10-го столетия, за 48 лет до крещения Руси, одному монаху, его звали Григорий, ему, может быть не Распутин, но где-то как-то Путин, не знаю, то есть он видел сон, этот монах, ему приснилась его знакомая, монашка, Феодора, и вот это Феодора, да, а монах Григорий накануне переживал по поводу смерти этой монашки, и он переживал, где она сейчас, эта Феодора, и вообще, может быть, ей там очень даже тяжело, на том свете, как бы, и вот, ему является Феодора, и говорит, ни много ни мало, а то, что я тебе сейчас расскажу, важно не только для тебя, для твоего любопытства, а для всех правоверных христиан, то есть снова откровение, Павел предупреждает, даже если ангел придет, или мы, говорят, сами апостолы, о, извините, я напишу третье послание Коринфянам, а первых два, это вообще была ошибка вообще, извини апостол, но, что сказано, то сказано, и, друзья мои, так вот, монашка Феодора рассказала, там вообще историю такую невероятную просто, Григорий, проснувшись, все это записал, а, ну, он не записал, он прибежал к своему духовному наставнику, и как порядочный монах, он все это пересказал ему, наставника этого звали Василий, Василий Новый, он официально святой, как и Григорий, и посмертная Феодора, все святые, вся эта троица, за это откровение, Василий взял и записал, это сновидение монаха Григория, прокомментировал, правда, его ссылки ввели вообще в никуда, он просто не знает, куда взял это все, его комментарии, вообще, это было его, видимо, фэнтези, значит, и издал книгу, бестселлер религиозной мафиозной системы, до сегодняшнего дня, эта книга называется, «Мытарство блаженной Феодоры», «Мытарство блаженной Феодоры», вообще, в истории христианства было много пакостных книг, но это, наверное, самое мерзопакостное, хуже нельзя придумать даже, потому что суть этой книги именно в том, чтобы убедить христиан, что спасение как раз наше, это лишь труд наших, собственно, рук, наших добрых дел, и что мы спасаемся лишь благодаря своим добрым делам и молитвам за нашу душу, то есть, учение антихристианское по своей сути самой. Я рекомендую «Мытарство блаженной Феодоры» прочитать в одной книге, много книг написано, по этому поводу интересных, и за, и против, но меня потрясла одна книга, недавно она вышла в Москве, православный автор, кстати, вот меня что удивило, православный автор, не священник, публицист, автор Сергей Худиев, Сергей Худиев, «Об уверенности в спасении» книга называется, название нетипично для православной церкви вообще, в последних столетиях, по крайней мере, «Об уверенности в спасении» Сергей Худиев, сегодня эта книга в интернете, она гуляет на разных сайтах, она повешена, и можно взять, кстати, заходите на Elive Church, на ROTRU, и там есть линки эти все, и можно попасть вот на эти библиотеки электронные, где можно все это поскачивать, на всех дисках моих DVD и CD дисках, есть адреса, вот эти напечатанные обложечки, заходите, и там мало информации, но есть ссылочки, где можно все это будет взять, и книга Сергея Худиева, она потрясла православную, извиняюсь, православную общественность, потрясла многие священников московских, я разговаривал по этому поводу с разными священниками московской епархии, большинство были возмущены этой книгой, потому что он, Сергей Худиев, не священник, да, публицист, однако же поучал, в этой книге поучают священников, но он правильно сделал, он поднял вопрос всех вопросов, как спастись, в чем путь спасения, для церкви, для христианина отдельности, и на основании писания, и святых отцов церкви, из соборов он делает анализ, как же учили и учат о спасении разные отцы, соборы, и дальше, и дальше. И, конечно, кульминацией, самой бомбой, которая не понравилась многим служителям, но не ужасно понравилась, было его шокирующее разоблачение книги Матарства Блаженной Феодоры. И он заявил дальше, такое как бы еретическое, с точки зрения официальной церкви, заявление он сделал, что либо мы должны как церковь поверить этому измышлению, либо мы должны верить Евангелию, Библии и учению всей церкви исторической и христианской первых 900 лет истории нашей. Настолько он доказал убедительно, не только на основании писания, писание, к сожалению, для многих священников не авторитетно, именно вероучительное, я имею в виду, не авторитетно, а авторитетно-литургийно, богослужебно, но не вероучительно. И на основании еще отцов церкви, это более убедительно для многих священников сегодня. Доходя до смешного, друзья, вот это в практике жизненной, я думаю, это вы будете тоже встречать или встречали уже, если говоришь священнослужителю, допустим, так написано в Писании, часто говорят, мне до сих пор часто говорят, мало ли что, где и как написано. Я стал хитрить, я стал перефразировать эти местописания своими словами и говорил, вот сказал Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, такой-то собор, о, в этом что-то есть сразу. Ага, вот где собака зарыта, вот где корень зол. Друзья мои, если бы было бы доверие Библии не только литургийное, внешнее благоговение, но было бы доверие вероучительное, друзья, не просто в катехизисах мы должны это писать первой строкой, что откровение божественное, что Бога духовновенно, а на самом деле, коль назвался, да, груздем, полезав, кузовок, значит, раз провозгласил это Бога духовновенном, ну так вникая в то, что Бог вдохновил, Он дал нам это не просто, как картиночку целовать, а изучать, ну, в это все прекрасно понимаются, слава Богу за это. Я в чем-то, по-хорошему завидую таким новым церквям, потому что изначально дается такое, я бы сказал, ну, правильное основание, изначально. Я один раз, значит, поговорил с одной девушкой, я был еще священником традиционным, а мне сказали, пожалуйста, поговорите вот с этой девушкой, она попала в какую-то секту, вообще нужно спасать ее срочно. Значит, я спросил, давно ли она там, мне сказали там, ну, буквально там 2-3 недели, еще, может, месяц, я говорю, о, нормально, нам говорили, что первые полгода процессы обратимы еще, значит, можно еще ее спасти, вот, и думаю, вполне, ну, девчонка, я ее сейчас, как орешки щелкаю, семечки, я сейчас быстро ее разубежу. И я начал, было говорить, так, с тонным таким, учителя, наставника, все, слушай там, дочь моя, а она Библию открывает. Я говорю, ну-ка, постой, красавица, закрой книгу, давай-ка поговорим нормально. Для меня раньше нормально, значит, без нее, без Библии. Понимаете ли, я сразу, ну, теперь вспоминаю, мне стыдно просто вообще, что я делал вообще. Ведь для меня это было, ну, не знаю, как удар ниже пояса. И она еще не просто Библию открывает, а еще ты что, ну, не просто открыла, да, она еще уже знает, где что написано, и она там максимум месяц была в секте, думаю, ничего себе, она за пояс отнет любого из наших брянских батюшек. Думаю, неужели месячное пребывание, значит, в секте, дает больше информации для человека, чем 4 года семинарии. Вот, она открывает, значит, Библию, и тут же находит, и показывает пальцем, вот, а написано, и, ничего себе. я говорю, мало ли, что где написано. Я сам раньше говорил такие вещи, а теперь удивляюсь со своих же слов. да, но, я благодарю Бога за то, что вот через такие, может, такие простые встречи, но Господь просто стучался в мою жизнь, я сейчас это понимаю, через такие вот простые, казалось бы, я видел, что это, и другие были встречи еще с другими людьми, я видел, что это люди, без таких, каких-то спецподготовок, там, но Бог давал им такие слова, которые, ну, были в десятку именно. Ладно, к мытарстам Феодора вернусь, чтобы пояснить вам, что это такое. Не буду много рассказывать об этом, оно слишком гадкое учение самое, но, как бы постараюсь, немного так вот ввести вас в курс дела, чтобы знали, вам это не нужно, но нужно будет тем, с кем вы будете общаться. Смысл учения таков, что якобы Феодора, после смерти, за ней явились ангелы, ну, нормальные, как бы, они вначале страшные такие, а потом нормальные пришли, забрали душу, и повели, как бы, ее по мотарствам, то есть, это, как бы, КПП такие, таможни, заставы такие, да, вот, заставы там пограничные, допустим, какие-то. Всего 20 насчитал этих застав, та самая душа Феодорина. Значит, там, мотарство, допустим, там, блуда, мотарство зависти, осуждений, мотарство, мотарство, всего того, то есть, всего 20 таких КПП. На каждом этом пункте мотарстве были бесы, такие компетентные, ответственные бесы, которые этими грехами завидовали, это была их специальность, узкая такая, профиль, и вот, и они ставили весы на каждом мотарстве, и доставали списки с ее грехами, и там было написано, с кем она грешила, сколько, когда, какие были обстоятельства, смягчающие, отягчающие, все было подсчитано, но не без приписок, конечно, все-таки бесы, и ложили на чашу весов, душа в шоке, не виновата я, но ангелы ее успокаивают, без истерик, гражданка, они открывают свои списки, а там написано ее, ну, факты ее добрых дел всяких, да, она же еще добрые дела делала, ага, и тоже мы, говорят, зря хлеб не едим, они подсчитывали, значит, ее добрые дела, и ложат на другую чашу весов, пытаются выровнять, но там, либо бесы обвешивали, либо, на самом деле, была напряженка с добрыми делами у нее, но буквально там грамм 100-200 не хватало добрых дел, до спасения, а если душа, допустим, она там застревала, то там описания такие, что там Чикатило и Гитлер, это все просто, как бы цветочки просто, там их во фритюре жарят, этих грешников, значит, там и прочее, прочее, и что делать, тогда в таком случае, ангелы говорили, у нас для тебя есть хорошая новость, за тебя же молятся, есть молитва за тебя, и они брали мешочки какие-то там, в чем там, не знаю, в килоджоу или в чем там, они насыпали эти добрые молитвы, за эту душу добрую, значит, на чашу весов с добрыми делами, и душа была искуплена, на каждом КПП такие вещи повторялись, всего 20, предпоследние, новое поколение не проходит точно, я еще, может быть, как-то 50-50, потому что там, если душа даже жила, вообще порядочный образ жизни, все вела, все, но если там креста не носила, вот что креста, вытворяющие дела, слушайте, значит, не молилась Богородица, но у меня с этим уже напряженка, там святым, там еще прочее, 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 то душа там застревает, и там бесы такие, очень такие, ну, просто инквизиторы настоящие, и вот, затем, прошла душа, вот та самая Феодора, она говорит, я, все-таки, как-то там, где-то как-то, домолена, промолена, я прошла, она же нормально, все 20 этих мытарств, за счет этих молитв, в основном, как бы за меня, и вот, она попадает вдруг, в тронный зал Иисуса Христа, ангелы поняли, что будет, уже исчезли, казалось бы, все хорошо, вот он, тронный зал Иисуса Христа, а нет, это было самое серьезное, как раз, Иисус тот самый, в том рассказе, он, видимо, однофамилец, тоже Христос, но вообще не такой, не как в Писании, потому что в том рассказе, Иисус, он якобы судит лишь на основании ее добрых и злых дел, лишь на основании этом, вообще полная религиозная амнезия, ни Голгофы, ни Воскресенья, то есть вообще ни Евангелия, вообще ни Библии, ничего нет как будто бы, только лишь разговор идет о ее добрых и злых делах, и слова были такие сказаны, что, ну, можно их так вот перевести, грубо, что вы, гражданка, и не Богу, свечка, ни черта, кочерга, то есть как бы, ну, вы никуда, ну, понятно, в баню, наверное, да, была бы ее судьба, если бы не один эпизод, как в сценарии, да, когда тупиковая ситуация, нужен новый персонаж, или конец, но, и вот, открывается вдруг дверь, где-то там сбоку, и заходит мама, Мария, матери Иисуса Христа, Иисус встает с трона, говорит, мама, позвольте, у нас важное заседание, только не сейчас, а мама говорит, я все слышала, она подслушивала, и у деревьев есть глаза, да, а она все была в курсе всего, и вот, ну, то есть у нее уже момент всеведения, всезнания, как бы, и вот, значит, и, то есть божеские такие у нее уже свойства, качества, и вот она убеждает Иисуса примерно так, что ради мамы, пожалуйста, подпиши, знаете, вот такая, аидиша мама такая, она уговорила всех, она поговорила с сыном, сын, хорошо, мама, это как мне вот рассказали, почему на еврейской свадьбе не целуются, ну, не знаю почему, вроде целуются, я не знаю почему, а потому что рядом мама сидит и говорит, Сема, кушай, Сема, кушай, Сема, кушай, и, и вы знаете, вот, и в том рассказе, я представил себе, такая мама зашла, она поговорила, сын говорит, хорошо, мама, вот ради вас я подпишу проходную в рай, представляете, и душата Феодора, якобы она, лишь ради мамы, она попала на небеса, и вот весь рассказ сводится к тому, что даже Иисус, он не такой, как бы там главный и важный, да, он вроде как король, да, но, как в том анекдоте, значит, да, он говорит, муж, я голова, я голова, я голова, а жена говорит, а я шея, куда хочу, туда и верчу, то есть вроде Иисус голова, но там есть те, кто могут им повертеть вот так вот, или вот так вот, допустим, да, как этого дела еще предложат, то есть, это очень, я бы сказал так, это не библейское, даже антибиблейское взгляд вообще, на суть вопроса, на спасение, и, ну, и смешно, и больно от того, что вот это все выдают за откровение, за нечто божественное, важное, и когда в Печерскую лавру я приводил братья там студентов на экскурсию, меня еще пускали тогда в Печерскую лавру, в Киевскую, потом перестали пускать вообще, и вы знаете, значит, там на стене, такое панно, как бы, фреска большая, изображает мытарство Феодоры, она проходит все 20 мытарств, на каждом мытарстве там эти бесы взвешивают все, обвешивают там, перевешивают, добрые дела, молитвы, и человек ходит, люди ходят там, смотрят, охи, ахи, кто-то просто посмотрел, ушел, а кто-то принял за чистую монету, вот таких жаль, вы знаете, очень много душ, которые это принимают за чистую монету, и не понимают, что их кинули, грубо, нагло, позорно кинули, понимаете, это, ну, это не передать, и это хуже, чем кидалы, которые вот чисто деньгами кидают, квартирами, как-то еще машинами, это хуже, потому что здесь кидается бессмертная душа, здесь кидается бессмертная душа, поэтому это ложь еще более наглая, и я верю в то, что священникам будет противно скоро, от того, что они лгали, нагло, бессовестно, и самим себе, и людям, и когда церковь освободится от этих предрассудков, суеверий, колдовства, вернется нормальное библейское понимание спасения, я потом говорил священникам некоторым, при случае, двум священникам уже точно говорил об этом, что если не имеешь уверенности в спасении, если не знаешь этот путь спасения, лучше даже и не выходи вообще, не имеешь морального права выйти на кафедру, выйти там на Амвон, Целью, куда угодно, потому что люди доверяют как пастору, как священнослужителю, и получается слепой и еще поводырь у слепых же, эта ситуация еще горшая, слепой, который берет на себя функции поводыря, он уже преступник уже, друзья мои, он не просто инвалид, он уже преступник, и поэтому к таким слепцам слова Иисуса были очень суровые, очень даже обидные, я бы сказал, но это было от чистого сердца, это было ради спасения этих же лицемеров и лжецов, которым Бог также протягивал свою руку спасительную, слава Иисусу Христу!